Беседа 36. Деяние 16.25. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Что может сравниться с душами Павла и Силы? Они претерпели удары, получили множество ран, вынесли оскорбления, находились в крайней опасности, были в кандалах, содержались во внутренней темнице, но и при этом не дозволили себе спать, а бодрствовали в течение всей ночи. Смотрите, какое благо, скорбь! А мы на мягких постелях и без всякой опасности спим во всю ночь. Может быть, и потому и бодрствовали, что находились в таких обстоятельствах. Ни сила сна не одолела их, ни страдания не изнуряли, ни страх не привел в уныние, но все это еще более возбуждало их, исполняло великой радостью. Полность, говорит писатель, воспевали Бога. Их слушали узники. Узникам казалось это странным и необычайным. Внезапно сделалось великое землетрясение. Землетрясение было такое, что и сторож проснулся, двери отворились так, что нельзя было не удивиться случившемуся. Но узники не видели этого, иначе бы они все разбежались. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он особенно удивился человеколюбию Павла, изумлялся его мужеству. Как он, имея возможность убежать, не убежал, и его удержал от самоубийства. Он потребовал огня, прибежал в темницу и в трепете припал к Павле и силу. И, выведши их вон, сказал Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Видишь ли, как чудо поразило его. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Вступив немедленно в беседу с ним, они показали свое к нему человеколюбие. И взял их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведший их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Омыл их, воздавая этим благодарность и оказывая им честь. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпусти тех людей. Начальники, может быть, узнали о случившемся и не смели сами прийти, отпустить их. Темничный страж объявил о всем Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу. А теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане. И пришедшие извинились перед ними. И выведшие просили удалиться из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии. И увидевшие братьев, поучали их и отправились. И после того, как начальники объявили, Павел не выходит, может быть, ради Лидии и других братьев, или желая устрашить начальников, чтобы кто не подумал, будто они отпущены по своей просьбе, и чтобы внушить смелость другим христианам. Троякая возлюбленная была вина их, именно. Они посадили в темницу римских граждан, без суда и всенародно. Видишь, как апостолы сделали многие, много и по-человечески. Сравним с этой ночью нашей ночи, которая проводится в пиршествах, в пьянстве и бесчине, в которой бывает сон, ничем не отличающийся от смерти, или бодрствование хуже сна. Одни спят бесчувственно, другие бодрствуют, к сожалению, несчастью, составляя козни, заботясь о деньгах, придумая, как бы отомстить обидевшим их, питая вражду, припоминая оскорбительные слова, сказанные днем. И таким образом воспламеняют огонь гнева и совершают непростительные дела. Посмотри, как спал Петр. С ним это было по смотрению Божией, потому что надлежало прийти ангелу, и никому не должно было видеть случившегося. Хорошо и то, что сторож недопущен был за самоубийство. Почему было это, а не другое какое-либо знамение? Потому что оно особенно могло вразумить и убедить его, а если бы этого не было, то он подвергся бы опасности, так как не столько чудеса вразумляют нас, сколько то, что относится к нашему спасению. А чтобы не показалось, что землетрясение произошло само собой, во свидетельство чуда и случилось последующее. Оно совершается ночью, потому что апостолы ничего не делали из тщеславия, но все для спасения. Темничный страх не был злой. Он заключил их во внутреннюю темницу, потому что получил такое приказание, а не сам от себя. Почему же Павел не вдруг воззвал к нему? Потому что он был исполнен страха и смятения и не внял бы. Потому когда Павел увидел, что он намеревается умертвить себя, тот предупреждает и громко говорит ему, все мы здесь. После этого тот сбежал в темницу. Сторож пал к ногам узника. Изводит их он и говорит, господа, что мне делать, чтобы спастись? Что же они сказали? Заметь. Он не потому возлюбил их, что сам избавился от опасности, но потому что поражен был силой Божией. 321. Видишь ли, что было там и что здесь? Там от раковицы избавлено от духа. И вергли апостолов в темницу за то, что они избавили ее от беса. Здесь только показали они отверстиями двери, и у сторожа отверзлись двери сердца. Разрешились сугубые узы, и воссиял свет. Ведь свет воссиял и в его сердце. И припал. Не спрашивай, что случилось, как это случилось. Но тот сейчас говорит, что мне делать, чтобы спастись? Что же, Павел, беру и говорит в Господа Иисуса Христа. И спасешься ты и весь дом твой. Много действует на людей то, что спасется и дом их. Он омыл их. И сам омылся. Омыл их от ран. И сам омылся от грехов. Напитал их. И сам напитался. И возрадовался, говорит писатель. Хотя не получил ничего, кроме собеседования и благой надежды. Доказательством его веры служит то, что он оставил все худое. Что хуже темничного сторожа. Что жесточе. Что суровее его. Но он принял их с великой честью. Возрадовался. Не потому, что избавился от опасности. Уверовал в Бога. Веруй, говорит Павел, в Господа. Потому и прибавил писатель. Уверовал в Бога. Чтобы не показалось, что спасается человек осужденный и грешник. И нас били перед людьми. Чтобы это дело не было только действием благодати. Но и их самих. Их посадили в темницу. Смотри, как разнообразно действует благодать. Как вышел Петр. Как Павел. Хотя они оба были апостолы. Убоялись, говорит писатель. Боялся потому, что они римляне. А не потому, что они справедливо заключили их. И просили их выйти из города. Просили этого как милости. Они же пришедшие к Лидии. И утешив ее, тогда и вышли. Не следовало гостеприимной жену оставлять в скорби и недоумении. Вышли не потому, что повиновались начальникам. Но поспешая на проповедь. Так как этот город уже довольно получил пользы от чуда. Доля оставаться здесь не следовало. Чудо является большим, когда уходят совершившие его. Тогда и оно само вызывает громче. Вера темничного сторожа была здесь вместо проповеди. Что может сравнить все с этим? Связывается Павел и связанно разрешает. Разрешает сугубые узы. Разрешает связавшего через то самое, что был связан. Поистине это дело благодати. Ныне, говорит, выходит идите с миром. То есть безопасно, не боясь ничего. С другой стороны, они желают, чтобы и он оставался в безопасности. Чтобы и после того не подвергался обвинению. Не говорят бившие. Посадитесь в темницу нас, совершившие чудеса. Так как на это не обратили бы внимания. Но что особенно могло подействовать на душу? И говорят, нас, римских граждан, без суда. Будем и мы всегда помнить об этом узнике. И не только о чуде. Что в том скажут Елены, что он, будучи узником, вразумил темничного сторожа? Кого, скажут, и можно было убедить как ни человека грубого, жалкого, не отличавшегося умом, преисполненного пороков, удобо убеждаемого? К этому прибавляет. Вообще, кто веровал, кроме кожевника, порфиропродавщицы, евнуха, темничного сторожа, рабов и женщин? На что не скажут, если мы укажем на сановников, на сотников, проконсула и других с того времени до ныне. Даже на властителей и царей. Впрочем, скажу нечто другое. Больше этого. Посмотрим на тех же простых людей. Что же скажут здесь удивительного? Это и удивительно. Если бы кто убедился в предметах обыкновенных, то это было бы нисколько неудивительно. Но когда о воскресении, о царстве небесном, о жизни любомудрой говорят людям простым и убеждают их, это гораздо удивительнее, нежели убедить мудрецов. Если нет никакой опасности и кто-либо убеждает, то указывают на неразумие верующих. Но когда говорят, например, о рабу, если ты поверишь мне, то будешь в опасности, все будут твоими врагами, тебе должно будет умереть и претерпеть множество бед, и при всем том, уловляя душу его, то это уже не от безумия. Если бы учение христианское служило для удовольствия, то справедливо можно было бы сказать это. Если же раб научается тому, чего не захотели бы принять философы, то это высшее чудо. Представим, если угодно, того кожевника и посмотрим, о чем беседовал с ним Петр, или, если хочешь, того самого темничного сторожа. О чем говорил ему Павел? Говорил о том, что Христос воскрес, что есть воскресение мертвых, что есть царствие небесное, и скоро убедил этого удобо убеждаемого человека. Что же, не говорил ли ему также о жизни, о том, что нужно быть целомудренным, удерживаться от любостяжания, не быть жестоким и уделять другим из своего имущества? Убедиться и в этом поистине свойственно не безумной, но великой душе. Положим, что они принимали учение более по неразумию. Но усвоять себе жизнь столь любомудрую, может ли это быть от неразумия? Таким образом, чем неразумнее убеждаемы и, однако, убеждаются в том, в чем философы не могли убедить философов, тем большее здесь чудо, особенно когда убеждаются и женщины, и рабы, и делами показывают то, в чем Платон и все другие философы не могли убедить никого. Что я говорю никого? Даже и себя самих. Платон внушал, что не нужно презирать богатство, внушал тем, что собрал столько имущества, такое множество денег, золотых перстей и чаш, что не нужно презирать славы мирской. Внушал сам Сократ, хотя и много философствовал об этом. Внушал тем, что все делал исчиславие. Если бы вы были знакомы с его учением, то я более распространился бы об этом и показал бы, как много в них лицемерия, и как у самого Сократа, если верить тому, что говорит ученик его, все учения проникнуты тщеславием. Но оставим их и обратим речь к самим себе. К вышесказанному можно прибавить и то, что они убеждались в этом среде опасностей. И так не будем бесстыдны, но подумаем о той ночи, о кандалах, о песнопении и постараемся сами поступать так же. Тогда и мы отверзим себе не темницу, а небо. Если будем молиться, то можем отверзть самое небо, или я и заключал, отверзал небо молитвою, и на небе есть темница. Все, что говорит Христос, свяжете на земле, будет связано на небесах. Будем молиться во время ночи и разрешим эти узы. А что молитва разрешает грехи, и в этом можешь убедиться на примере вдовицы. Может убедить друг, который в полность стоял у дверей и стучал. Может убедить Корнилий, которому ангел сказал, молитвы твои, милосты твои, взошли пред Богом. Может убедить Павел, который говорит, что истинная вдовица уповает на Бога и пребывает в молитвах, молениях день и ночь. Если он говорит это о вдовице, жене слабой, то тем более может сказать и о мужах. Я уже говорил вам об этом, и теперь скажу. Будем вставать во время ночи. Если не прочитаешь многих молитв, то прочитай одну со вниманием, и этого довольна. Ничего более не требую, если не среди ночи, то хотя около утра. Покажи, что ночь не для одного тела, но и для души. Не попускай проходить ей в бездействии, но воздавай это воздаяние Господу. Или лучше она опять к тебе же возвратится. Скажи мне, когда мы впадаем в затруднительное положение, то кого тогда не просим? Если скоро получаем просимое, то чувствуем облегчение. Где ты найдешь, чтобы тот, кого ты просишь, готов был благодарить тебя за то, что ты просишь? Где ты найдешь, чтобы не нужно было ходить и искать, кого бы просить, но иметь его всегда в готовности? Или не нуждаться в других, чтобы просить через них? Что может быть больше этого? Он тогда особенно исполняет наши просьбы, когда мы не прибегаем к другим, подобно тому, как искренний друг, тогда особенно упрекает нас в недоверчивости к его дружбе, когда просим его через других. Так поступаем и мы с просящими нас. Тогда особенно бываем к ним благосклонны, когда они сами обращаются к нам, а не через других. Но что скажешь, если я оскорбил его? Перестань оскорблять, со слезами приступи к нему, и он скоро помилует тебя за прежние дела. Скажи только, что оскорбил его, скажи от души и из глубины сердца, и во всем получишь прощение. Не столько ты желаешь, чтобы упрощены были тебе грехи, сколько он желает простить грехи твои. А что ты мало желаешь этого, пойми из того, что ты не хочешь ни бодрствовать, ни уделять из имущества своего. А он, чтобы оставить нам грехи наши, не пощадил единородного, истинного и сопрестольного сына своего. Видишь ли, что он гораздо более тебя желает простить грехи твои. Не будем же нерадивы и не станем откладывать это дело. Он человеколюбивый благ. Подадим ему только повод. И даже этого он требует только для того, чтобы мы не оставались непотребными. А иначе он помиловал бы нас и без этого. Подобно тому, как мы для блага рабов своих изобретаем, употребляем тысячи средств, так и он печется о нашем спасении. Предварим лицо его во исповедание, что он благ и милосерд. Салома 94, 2. Если ты не будешь призывать его воистине и не станешь вызывать от сердца, прости мне, а одними только устами, то что он сделает? Что же значит призывать воистине? С добрым расположением, с усердием, от чистого сердца. Подобно тому, как о мире говорят, что оно истинное, когда к нему ничего не примешано. Так точно и здесь. Истина призывающего, истина просящего, просит непрестанно и не отходит до толи, пока не получит. А кто делает это лицемерно и желает только исполнить закон, тот не призывает его в истине. Всякий, кто бы то ни был. Не говори только я грешник, но и старайся избавить себя от этой славы. Не говори только, но и сокрушайся. Если ты сокрушаешься, то прилагаешь старания. Если не стараешься, то и не сокрушаешься. Если же не сокрушаешься, то и издеваешься. Кто, осознавая, что он болен, не делает всего к тому, чтобы избавиться от болезней? Молитва великое оружие. Если, говорит Христос, вы, будучи злые, умеете даяние добрые, давай детям вашим, то кальми паще отец ваш. Почему же ты не хочешь прибегнуть к нему? Он любит тебя, может сделать больше всех, и желает, и может. Что же тебе препятствует? Ничто? Итак, будем приступать к нему с верой, приступать, принося угодно ему дары, непамятозлобие, снисходительность, кротость. Хотя бы ты был грешник. С дерзновением проси у него прощения грехов. Если можешь представить со своей стороны это доброе дело. И хотя бы ты был праведник. Но если не имеешь непамятозлобие, то не получишь никакой пользы. Человек, простивший своему ближнему, не может не получить совершенного прощения от Бога. Потому что Бог несравненно человеколюбивее нас, это известно каждому. Что же ты говоришь? Если можешь сказать перед Богом, я был обижен, но обуздал гнев, преодолел бурный порыв его по заповеди твоей, то не простит ли он тебе? Без сомнения, простит. Очистим же душу свою от памятозлобия. Этого довольна будет, чтобы и нам быть услышанными. Будем молиться со вниманием и великим усердием, чтобы нам удостоиться великого человеколюбия его, подобиться обетованных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.